Саммит Большой Восьмёрки начинает свою работу в курортном городке Давиль на северо-западном побережье Франции. Первым в аэропорту Сен-Гассиен приземлился самолёт президента России Дмитрия Медведева. На повестке дня форума экономический кризис, назначение нового главы Международного валютного фонда, а также ситуация в Японии через два месяца после разрушительного землетрясения и аварии на АЭС. Актуальным остаётся и вопрос о помощи арабским странам в послереволюционный период. «Инвестировать в демократию – такой лозунг подошёл бы нынешнему саммиту Большой Восьмёрки», говорит корреспондент Евроньюз Мигель Сардо. Отдавая должное революциям в арабских и североафриканских странах, саммит собирается направить многомиллиардную помощь таким государствам, как Тунис и Египет. Но гуманитарные организации на местах подвергают сомнению благость намерений Большой Восьмёрки. Неправительственные организации напоминают, в 2005 году Большая Восьмёрка взялась выделить 50 миллиардов долларов помощи. 19 миллиардов из них так пока и не выплачены. «Столько обещаний будет сделано на этом саммите, и столько обещаний уже прозвучало в последние дни. Надо прекратить брать на себя новые обязательства, не выполнив старые. Саммит Большой Восьмёрки не должен превращаться в салон для бесед. Слова должны подкрепляться действиями», говорит Эмма Сири из организации Oxfam International. Более 12 тысяч полицейских обеспечивают безопасность глав государств и правительств, съехавшихся в Давиль. Аэропорт города принимает лишь самолёты официальных делегаций. Субтитры создавал DimaTorzok